Что за книга? Есть такие дагностические библейские комментарии еврейских мудрецов средневековых. Есть такой жанр среднееверинской теории, называется микроот-долот, большие писания. Здесь все это объясняется. Тут и предисловия, и комментарии, и куча дров. В общем, кто интересуется сюжетом, кому будет интересен ход мысли еврейских комментаторов, по-моему, это очень интересная штука. Я лучше вам ничего и порекомендовать не могу. Я просто покажу, как это работает. 11 глава, первый стих. Нет страниц. Ищем 11 главу, первый стих. В середине здоровенная цифра 11. Смотрите, как книга устроена. Справа библейский оригинал. Кто-нибудь прочтет на евреем? Погадаетесь? А? Ладно, я прочтет. Вы их ехлаждано раз? Вы ехлаждано? Это совершенно верно. Теперь обратите внимание, слева направо идут переводы русские. Они написаны жирным шрифтом. Синодальный, переводы РБО, вот новый, который делается, и Онкилос. Онкилос, это Таргун, совершенно потрясающий текст. Случилось время некое, когда евреи забыли еврит. Для них разговорным стал арамейский, на котором говорил Иисус своими учениками. Но он стал сопротивленным, плебейским, простонародным, а все равно же на него перешли. И тогда некий празелит, то есть нееврей, принявший иудаизм, по имени Онкилос, он из греков, образованный кадр, он перевел с еврита на армейский Библию. И так получился Таргун Онкилос, то есть буквально перевод. Но какой был замечательный парень Онкилос, это прелесть. Когда я окажусь в Аду, наконец, где у меня самое место, я, конечно, с ним встречусь обязательно. Этот кадр, празелит, относившийся к священному писанию, как к святому, он позволял себе прибавлять куски и отрезать куски. То есть там, где, по его мнению, сказано мало, он ничто же, что у меня себя прибавлял. Эти куски выделены здесь курсивом. Ну, прелесть. Вот я у него спрашиваю только одно. А чем ты, подлая руководство, он стал? Вот какого у тебя кратерия? Это мне так интересно вышло. Абсолютно непостижимо. Но это потрясающе, как шла у человека мысль, в каких случаях он позволял себе, иной разом прибавляет до целой головы. Да! Да, и мы сейчас это с вами все посмотрим. Владимир Михайлович, начинай. Они? А так. В игре Кольгара, сапаха, у дворей Мухаддин. Отлично, отлично. Теперь читаем по очереди синодальный перевод. Оля. Первый стишок. На всей земле был один язык и одно наречие. Отлично, точка. Обратите внимание, язык и наречие. Как вас зовут? Ирина. Ирина, прошу вас. Переводы РБО читаем в середине. На всем мире в ту пору был единый язык, одни и те же слова. Вы усекли разность? В синодалке на всей земле был один язык и одно наречие. Здесь во всем мире был единый язык, единый, а не один, и одни и те же слова. А тут наречие. Что пишет по этому поводу Онкелос? Во всем мире был единый язык, одно наречие. Одно наречие. А почему одно наречие? Курсилов как будто добавлено. А потому что дворим это не совсем. Слово сафа, язык, а дворим они и слова, и вещи, и все на свете. Но объясните мне прежде разницу. Между языком и речью есть разница? В чем? Ну-ка. А скажите мне, на каких-то иных языках вы знаете, как будет по-английски? Язык и речь? Language and speech, отлично. По-французски? Language, parole, отлично. А на каких еще вы знаете? А почему они совпадают? Почему не совпадают? Что разница? Что шире? А что есть речь? Язык, система, проявление. Отлично. Язык, система, знаков, речь, частный случай ее проявления. А речь, частный случай ее проявления. Так что, что имеется в виду как наречие? Как речь или как язык? Но верный ли здесь перевод слова? Слова. Ой, тут есть над чем подумать. РБО погналось за оригинальностью. Не знаю слова ли. Не знаю. Видите, как мы тут же натыкаемся на такие штуковины? Второй стишок. Владимир Александрович. ВЕГЕ БНАЛАСАМ МИКЕДАМ ВЕ ВАИНЦУ БИКА БААРАС ШЕНАР. Отлично. ШЕНАР ВЕ ЯШВУШАМ. ВЕ ИШВУШАМ. ВЕ ИШВУШАМ. ВЕЮ. По одному стишку. Кто прочтет нам из Синодалки второй стих? Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину и поселились там. Отлично. РБО. Идя с востока, люди достигли равнины в стране Шенар и там поселились. Ну, Шенар, Синаар как бы несущественно, да? Долина, равнина. И тут равнина. И там поселились, и поселились там. Фиг с ним. Что пишет наш любимец Онкилос? Когда люди скитались в те далекие времена. Откуда ты с собакой это взял? Когда люди скитались в те далекие, ничего такого нет. Они достигли равниния в стране Вавилон. О, где там Вавилон? Там же Шенар. И там поселились. Онкилос хорош, да? Третий стишок. Вы говорите, что Реу гава не убенна левени. Левени. Ве несрефа. Ли срефа ва е ле гем га левна ле авен. Ле авен. Ле авен. Ве га хемар и е ле гем ла хомер. Отлично. Ве хемер га я ле хем ле хомер. Очень хорошо. Что это значит? И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо билисти. РБО. Сделаем из длинных кирпичей и обожжем их в огне, сказали они друг другу. И они стали использовать кирпичи вместо камня, а вместо землянского раствора асфальт. О, блин. Сделаем из длинных кирпичей и обожжем их в огне, сказали они друг другу. И они стали использовать кирпичи вместо камня, а вместо землянского раствора асфальта. Да. Тут, мне кажется, переучить Леша Левданский пошел за РБО совершенно зря. Кирпичей и обожжем огнем, их обожжем в огне несущественно. Но тут смотрите, как начинает синодалка. И сказали они друг другу. Как начинает РБО. Сделаем из длинных кирпичей, сказали они друг другу. Убирается и, и убирается этот блинный зачин библейский. И получается бытовой текст. И вторая строка в РБО абсолютно, ну как из инструкции. И они стали использовать кирпичи вместо камня, а вместо известкового раствора асфальт. Теперь минуточку. Асфальт они никак не могли использовать. Это был самородный битум, да? Это был самородный битум. Асфальта быть не могло. Ошибка. Ошибка. Видите как? Но тут есть принципиальный момент теологический. А что плохого, когда кирпич вместо камня? Кирпич изделия рук человеческих. Камень самородный. Из камня жертвенник, из камня тесаные каменья храма, а из кирпича, из глины. Только идолище поганное. Ибо человек... Чтобы не касался его металла. Чтобы не касался его. Да, и чтобы не касалось железа. Это да. Но принципиальная позиция... Кирпич-камень. Камень вечный, глиновременный. Человек сам из глины. Адам. Из Адама. Из красной глины, из земли. Прав ты был? Глина. В глину ты вернешься. Из глины может ли быть что? Долговечное? Нифига. А из камня? Разумеется. Поэтому люди, которые кирпич вместо камня, уже совершают некую подмену. Зато техническую революцию. Был какой-то мидраж, что вот из этих строк выводилось, что они начинают менять язык собственным. И называть вещи другими именами, чем раньше. И то есть они как-то так же были из-под контроля. Из-под чего контроля? Во-первых, они уже давно вышли. А во-вторых, нигде это в тексте нет. Это классический мидраж, который фантазирует на любую тему. Нет, тут момент другой. Они говорят, если будем рубить камень, мы заколупаемся строить. А давайте-ка придумаем что-нибудь. Они садятся и придумывают. То есть ребята очень креативные, технически одаренные и толковые. И строили они потом что? Вавилонскую башню. У нас есть пример в любезном Отечестве такой? Это Советский Союз. Где тоже было и Стахановское движение, что бы сейчас ни говорили. И социалистическое соревнование, и изобретательство, и рационализаторство. И что вы хотите. Для того, чтобы ловче построить Вавилонскую башню. Разве не было креатива? Был. К чему вел? К дурной цели. Значит, эти люди. Креативные, толковые, сознательные. Они совершают техническую революцию. Они могут строить в тысячу раз быстрее. Потому что кирпичей наделать, это же не рубить камень. Это колоссально ускоряет процесс. Вот что здесь важно. А называть вещи другими, кирпич и камень, может спутать только автор Медроша. Потому что кирпич глиняный. А камень сами знаете. Да. И что они дальше сказали на следующей странице? Нет, а что, Иерушалай, сейчас строят из камня, и плохо. Ну, так, конечно, сейчас можно строить. При современных технологиях. И то, они строят не из камня, они строят из арабского бетона. Камнем они только облицовывают. Камнем они иерусалимским только облицовывают. И норовятся сделать этот слой все тоньше. Ну, это дело житейское, всем же кушать нужно. Но строят они из обычного бетона, железнобетонных конструкций и всех тех вещей, которые строят во всем Средиземном. А Фордус тоже из камня строил? Нет, он строил в основном из бетона римского. Римные не изобрели бетон. И из бетона армированного. А из камня он строил только такие внешние вещи, или уж такие сооружения, которые были циклопическими. Из камня много не построишь. Из кирпича, ого! Так, четвертый. И сказали они, построим себе, синодатом, город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. РБО? Построим город с башней до неба, сказали люди. Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно. Разница сразу видна, да? Построим город с башней, который будет доходить до самого неба, сказали люди. Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно. Город с башней и город и башня. Одно и то же? Нет. В чем разница? Город без башни. Без башеный город, да? Город с башней, тогда город главная башня, допустим, его украшение, да? Да. А вот город и башня. Башня, нет, башня главнее. Башня главное сооружение, а город это как бы инфраструктура при нем. Город это вспомогательное. Сам город сам по себе. Есть вспоможение при строительстве башни. Это принципиальная разница. Ну как хотите, рабочие поселения. То есть для них важнее построить башню. Эта башня должна доходить главою до небес, правильно? Так высотою до небес. Или башня до неба. Да? И между тем в тексте как сказано? Ничто не читал у нас оригинал, а там сказано... Гаван ми вналану Ир. Ир умигдаль. Верошо бешамаем. И глава его до небес. А это совершенно... Да, глава не глава башня. Ее. Глава башни до небес. А это уже извините. Когда глава башни до небес, то понятно, что это вызов. Это теологический шторм. Да? Советов. Это долой-долой монахов, раввинов и попов, поднимемся на небо, прогонимся в голову. Это пафос нам знаком. Глава башни. Это уже не просто строительство. Здесь понятно, в чем пафос башни. И никто не перевел как следует. Хотя онкелос, который будет доходить до самого неба. Здесь он с собакой оправдался. Если бы он сейчас ставил слово глава башни, цены бы тебе не было. Но он так не сказал. Но он точнее, чем Синодалка и РБО. Смотрите, какие замечательные делаем мы с вами. Работаем. Мы делаем внутрибиблейскую экзогизму. Мы сейчас рассмотрим еще один стишок. Еще один стишок. И на этом завершим, потому что время у нас лимитировано. И вы понимаете, для чего эта книга нужна, чем она хороша. И почему ее ничем не заменить. И сошел Господь, Синодалка, посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. РБО. Господь сошел вниз посмотреть на город и башню, над которыми трудились люди. Эх, которые строили сыны человеческие или над которыми трудились люди. Над которыми трудились люди, что-то есть в этом месте передовицы. Правда? Правда. Господь имелся, чтобы наказать людей за строительство города и башни, над которыми они трудились Но тут естественный мой комментарий, где ты, падла, это берешь Какой наказатель? То есть он все сознательно подгоняет под концепцию Он и Вавилон для этого привел Он все знает, что нужно, что так можно проводить Ну разве так можно переводить? Вейарад Гошем Тут написано перевод по одной из версий Онкелуса, то есть их несколько? Их есть несколько, но есть несколько рукописей, да, есть несколько рукописей Их несколько версий, а что же вы хотите? В древних манускритах это как правило Вейарад Гошем Лирота Таир вед Гамикдаль Ашер Бану Бнейга Адама Сыны человеческие, Бней Адам это сыновья Адама Все-таки не совсем люди, да? Оборот, сыны человеческие и люди Люди это человеческий материал по Кагановичу А сыны человеческие, да? Значит здесь в этом случае вернее синодалка Но наказать людей за строительство, за это надо драть на конюшне Что это хрень такую-то? Ничего подобного Ничего подобного не предполагалось Давайте шестой последний, обалденный стих И разойдемся И сказал Господь, вот один народ И один язык у всех И один у всех язык И вот что они начали делать И не отстанут они от того, что задумали делать РБО И сказал Господь Единый народ У всех один язык И ведь это только начало их дел За что они возьмутся, им все под силу Все, это принципиальная разница Во-первых, за что они возьмутся И ведь это начало их славных дел Это чистая радиостанция юность За что они возьмутся, им все под силу Таковы наши ударники? Скажите, Оля, пару слов Это абсолютно Ну, стиль, жанр, ну, совсем не вжил Не вжил А кроме того, минутку Послушайте внимательно И сказал Господь Вот один народ У всех один язык И вот, бля, что они начали делать И ведь не отстанут от того, что задумали дела То есть это явное сожаление РБО И сказал Господь Единый народ У всех один язык И ведь это только начало их дел За что они возьмутся, им все под силу Онкелос И сказал Господь Единый народ У всех один язык И ведь это только начало их дел Что они задумывают, все им удастся Еще круче Еще круче Но с вами не совсем так, да? А вот как там? В ее марашем Хэн амэхад Весафаэхад Лекулам Для всех, да? И единый язык для всех В лёй ватцэр Коль ашэр Йозмуля асод Последняя строка Лёй ватцэр Меэм Коль ашэр Йозмуля асод И не прекратится Все, что не Заинициируют они Потому что Йозма это инициатива Тут еще круче Теперь Все за что возьмутся Все получится Так Бог говорит Это с осуждением Или с радостью? С возмущением Я думаю с осуждением Да с горечью Он говорит не с радостью Смотри, блин Какие у меня получались ребята За что они возьмутся Все у них класс Он говорит Про их подался Боже мой Смотрите А это же люди Которые выжили после потопа Да? Тогда извратилась вся плоть Тогда никто ничего не хотел делать Все сидели И мастурбировали О чем говорят Медроши Да, про потоп И Бог сказал Не, ну таких не надо терпеть Ну их нафиг Я их утоплю И утопил Спас Ноя семейство Эти немножко размножились И он смотрит А что эти делают Эти креативные Блин Я говорю Смотри Боже мой Эти Ну не Они не лежат в сторонке И не занимаются анонизмом Но куда же они тратят Свои гигантские потенции И огромные возможности Вот Они казалось бы Объединены Единым замыслом Они один народ У них нет раста Я все это понимаю Но что же начали они делать И ведь теперь они не отступятся От гнусного замысла Это имеет в виду Бог Он говорит Это с горечью Так что же нужно делать С этими людьми Ну уничтожить уже нельзя Он же поклялся Поэтому он их рассеял Вот таким путем Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...